Здравствуйте, коллеги, еще раз. Рад приветствовать вас на круглом столе. Сегодня мы поговорим о тех вопросах, которые волнуют организаторов любого мероприятия. Что же надо сделать, чтобы мероприятие для вас было успешным? Давайте я представлю сегодня наших экспертов. Это Иван Шум, компания SoftBalance, город Санкт-Петербург. У SoftBalance действительно богатая практика проведения мероприятий. Вместе с Bittrex компания проводит мероприятие уже три года. Дважды организатор федерального семинара, участник программы семинаров по Bittrex24, соорганизатор формулы сайта два раза. Более 40 самостоятельных семинаров прошло у SoftBalance и участники конференций. Что происходит с конверсией? Вообще посещаемость семинаров у SoftBalance от 10 до 300 человек, это формула у сайта. Окупаемость затрат от недели до трех месяцев после семинара. И порядка от 5 до 10% слушателей становятся клиентами. Иван, что для вас семинары вообще? Зачем вы проводите? Семинары это отличный способ расширять свою клиентскую базу, заявить о своих компетенциях, это чудесный метод привлечения новых слушателей, привлечения новых клиентов и пополнения клиентской базы. Евгений Тимошкин, директор компании «Элефант» Кемерова, вместе с Bittrex проводит мероприятие совсем недавно, это всего 8 месяцев, но уже дважды организатор федерального семинара, соорганизатор формулы сайтов Кемерова и постоянный участник различных IT-конференций в Кузбассе. Посещаемость семинаров от 30 до 170 человек, пока, думаю, больше будет. Окупаемость затрат от 1 до 3 месяцев после семинара. Ну и 4-6 слушателей в среднем становятся клиентами. Евгений, к вам такой же вопрос. Почему вы проводите семинары? Ну, во-первых, это имидж. Любой семинар — это маркетинговая активность, это показ вас, вашей деятельности в вашем городе, что вы делаете, как вы делаете. Вы показываете себя. Это реклама, в первую очередь. Во-вторых, это клиенты, конечно, клиенты. Ну и в-третьих, это развитие. Без развития никуда мы за это время увеличили штат программистов в 2,5 раза. У нас средняя стоимость проектов увеличилась в 3 раза. К нам стали более лояльно относиться крупные клиенты. И у нас пошла работа по корпоративным порталам. Спасибо. Тимур Батвин, директор компании Color IT, Махачкала. Вместе с Bittrex проводят семинары 2,5 года. За это время какой-то нереальный опыт, по-моему, у компании уже по ивентам. Это 5 федеральных семинаров. Участник программы семинаров Bittrex 24, соорганизатор формулы 2 раза, 8 самостоятельных семинаров, 2 выставки. Вообще, на самом деле, компания еще отличается тем, что проводят мероприятия не только в своем родном городе, в Махачкале, есть уже опыт в городе Владикавказ, и есть опыт в Азербайджане, в городе Баку. Посещаемость семинаров от 15 до 110 человек, окупаемость затрат от 1 до 2 месяцев, и 1-10 слушателей в зависимости от масштаба мероприятий становятся клиентами после семинаров. Тимур, скажите что-нибудь хорошее. Вот вопрос, почему мы проводим семинары. Я хотел сказать, что для нас это, кажется, уже наркотик, потому что, во-первых, это нас хорошо структурирует, мне кажется, во-вторых, мы, например, подумали, мы обсуждали со Светланой, в конце прошлого года, что мы слишком много семинаров проводим, может быть, приостановить. Мы приостановили, я не хочу говорить, что это кризис, наверное, мне кажется, что это мало семинаров было, продажи начали как-то падать, мы сейчас восстановились потихоньку. То есть для нас это способ продаж, как ни странно. Спасибо. И последний участник сегодня это Дмитрий Горбатюк, директор компании WebFormat, город Екатеринбург. Проводит мероприятие с Битриксом один год. За это время три федеральных семинара, участник программы семинаров по Битрикс24, соорганизатор формулы, одна выставка и пару конференций. Посещаемость семинаров от 25 до 420 человек. Это формула сайта в Екатеринбурге у нас собрала такое количество. Окупаемость затрата один месяц от двух до десяти слушателей в среднем становится клиентами после семинара. Дмитрий. Для нас семинары, это, конечно, возможность пообщаться с клиентами, с ЛПРами, с директорами напрямую тут же без секретарей, без каких-то охраны их, которые не подпускают наших менеджеров. Здесь они подходят, задают вопросы, открыто мы отвечаем. Один там, несколько клиентов становятся сразу же нашими, сразу же заключаем договора прямо практически на семинаре, печать уже начал с собой брать. И в 70, наверное, процентов наших текущих клиентов, 80, может быть, это все клиенты семинара. То есть с прошлого года, с июня до сих пор идут клиенты и заключаем договоры с хорошие достаточно бюджеты. Нам очень нравится, замечательно. Спасибо. Ну, давайте перейдем к нашим вопросам сегодняшнего круглого стола. На самом деле страхи — это зло, они портят и жизнь, они портят нам бизнес в том числе, не дают организаторам вообще решиться на проведение семинара. Страхи также влияют на само качество мероприятия, когда вы начинаете психовать и вообще поддаетесь этому страху. Я скажу честно, у меня тоже они были, у меня был панический страх, что я опоздаю когда-нибудь на свой семинар. на свою конференцию. И это продолжалось довольно долгое время, пока я действительно не опоздала. Вот так этот страх вылечился. Один из страхов, который я вижу у организаторов, это то, что не хватит людей вообще на подготовку мероприятий. Кажется, что для этого надо 100 человек, 200 человек. Таких людей нет в штате. Но на самом деле это все не так. Ну, как вы думаете, Евгений? Страх нехватки людей на мероприятии. У вас он был, я помню. Да, у нас был страх, но на самом деле только надо попробовать. На самом деле в подготовке семинара достаточно двух-трех человек. Но сразу в начале подготовки обозначите, кто будет у вас вести это все, кто будет отвечать за организацию всего семинара. Обязательно должен быть главный один человек. Тогда вам двух-трех хватит достаточно. И в проведении трех-четырех не более достаточно. Расставьте, расскажите, кто чем должен заниматься на семинаре. Распределите обязанности. Все. Потом будет один слаженный механизм. Пройдется на ура. Следующий страх, который действительно такой насущный вопрос. Да, я не соберу аудиторию. Для кого буду делать семинар, если у меня нет опыта по сбору аудитории, а если в городе проходит несколько семинаров одновременно, есть страх, что конкурентам придет больше. Я знаю, что коллеги, которые проводят федеральный семинар, с такими страхами уже сталкивались. Вот Иван, например. Как вы боролись? Я не сильно боялся, что они там уйдут к кому-то. Если они ко мне пришли, то они ко мне пришли. И это мои слушатели. А то, что, понятное дело, параллельно проходят несколько мероприятий, они распределяются как-то. Тут уже конкуренция между программами. У кого лучше программа, у кого интереснее. Кто там пригласит интересных спикеров, кто более актуальные темы будет рассказывать. Есть там определенная конкуренция, но на самом деле набрать себе аудиторию, чтобы люди пришли на семинар, это, конечно, большая работа, но даже когда параллельно проходят несколько мероприятий, это вполне реально сделать. Но конкурируете в основном программой, именно программой, правильно? Да, программой и спикеры. Те, кто будут рассказывать, они тоже определенную роль играют. Если на мероприятии, например, только спикеры от вашей компании, это одно. Если вы приглашаете сторонних спикеров, там тот же Руцентр, Яндекс, ну это вот те, с кем достаточно просто договориться и себе их позвать на мероприятие, то уже другое совсем внимание к этому мероприятию и по-другому регистрации идут. Понятно. Работаем над программой. Дмитрий, у вас? Расскажите. Страх, конечно, всегда есть. И замечательно, что он есть, потому что он заставляет двигаться. Он не только программу, спикеры, лендинг, меняешь на 10 раз, анонсы проверяешь, там анонсирование, ищешь новые методы какие-то, по залам смотришь, как они расположены. Когда проходит анонсирование, начинаются волны регистраций, и на смену этому страху приходит другой страх, что слишком много людей придет. Он обратный, но он тоже есть. И замечательно, что эти страхи есть, потому что ты начинаешь шевелиться, начинаешь делать что-то лучше своих конкурентов, и у тебя все получается, к тебе приходит много людей. Плохо, когда этих страхов нет. Ну, там, последний семинар, например, мы там уже как-то расслабились, обзвон не сделали, и к нам явка была достаточно маленькая, мы ожидали, конечно, больше. Поэтому такой страх есть. Ну и хорошо, что он есть, надо с ним как бы сумериться и работать. Можно добавить? Можно. Значит, когда у нас приходит мало людей, я всегда говорю нашим слушателям, что вот вы знаете, вам, мне кажется, повезло. Во-первых, вас меньше, мы сможем с вами лучше поговорить. Во-вторых, те, кто не пришел, значит, они и проиграли. То есть мы пытаемся это перевернуть в нашу сторону. Спасибо. Еще один страх есть в том, что затраты на семинар не окупятся. Помимо того, что мы все-таки перечисляем затраченные вами средства на бонусный счет после семинара, все равно партнер иногда думает, ну, будет ли уже деньги на бонусном счете, но я не смогу с ними ничего сделать, у меня не будет продаж, у меня не будет клиентов. Кто сталкивался с таким страхом? Иван? Все. Да, первый раз все. Именно в первый раз. Да, я буду немножко честен, у меня не было такого страха, потому что за меня компания платила за все мероприятия, а там, извините, 250 человек, и в принципе деньги есть. Вот. И, ну, действительно, компенсируются какие-то затраты, какие-то затраты мы в принципе не несем, потому что у нас свой конференц-зал, и мы не арендуем его. Там своя кофемашина, то есть булочки заказали, поставили, да и все, наслаждайтесь слушателя, и все счастливы там кофебрейком. То есть ряда затрат у нас наоборот нет. Более того, мы иногда даже для того, чтобы компенсацию побольше получить, думаем, куда бы эти деньги потратить. Вот. Ну, в результате там набиваем какой-то бюджет, Светлана смотрит, говорит, ну, в принципе, конечно, что-то перебор, но пойдет. Вот. Поэтому нету таких страхов у меня. Так. А у кого есть, признавайтесь? Были? Не есть сейчас, а были? Были. Были страхи, конечно, но все очень просто. Достаточно сесть, просчитать, прикинуть, в какой период вы окупите эти, да, затраты свои. Не окупите, в какой период вы произведете такое количество, да, покупок лицензии. Мы сели, посчитали. Даже при самых плохих наших прогнозах у нас получилось полгода. Но когда прошел семинар, мы были в шоке. Через два месяца у нас счет был пустой. Этот, который компенсирует нам затраты на проведение семинара. Причем, как бы, сумма на проведение семинара, они достаточно невысокие. Они сопоставимы с, ну, с одним небольшим сайтом, со средним сайтом. 40-50 тысяч. Но причем 50, я говорю, это то, что есть из рассылок. У нас больше 40 еще не было. Причем первый у нас был 30, потому что мы боялись. Потом мы, когда вошли во вкус, мы больше начали делать маркетинговых каких-то вещей, благо нам их оплачивают, а мы себя рекламируем. Соответственно, стало интереснее. Аналогично, да, в принципе, у нас тоже был первоначальный страх. Мы начинали с федерального семинара. Ну, мы так посмотрели по описанию программы, что можно в течение года эти деньги потратить. Когда мы их потратили на следующий месяц, мы тогда и сказали, давайте проводить семинары больше. И у нас был план вообще проводить 12 семинаров в год, но вот пока не справляемся. Понятно. Так, спасибо. Двигаемся дальше. Форс-мажор на мероприятии, да, проект разгорит, сядет микрофон, свет выключат и так далее. Давайте я расскажу про свой опыт. Да, у нас однажды выключили действительно свет. Ну, нормально. Единственное, у нас жарко в Махачкале. Летом проходил семинар, нам пришлось открыть окна, мы, значит, сняли там микрофон из себя. Ну, и начали с клиентом разговаривать. Прям так. Я уточнил, слышно ли меня хорошо там сзади, все нормально. И мы начали общаться и рассказывать на пальцах, условно говоря, показываю все это. Ничего страшного нет, потому что я и своим ребятам объясняю, что такое семинар. Это вот такая удивительная штука, когда клиент, вы приходите к клиенту на переговоры, а там сидит там один, два, три человека, его представители. И вы с ним общаетесь какое-то время, а тут не два, не три, а их в десять раз больше просто этого клиента, условно говоря. И второй очень замечательный момент, что он, вы договорились с клиентом, что он вас слушает. Вот когда вы можете в переговорах такое договориться, что молчи, ты меня слушаешь, потом вопросы задашь. Вот, то есть для нас это простая продажа, то есть семинар это продажа, конечно же, безусловно, нельзя там постоянно рекламировать продукты, это неправильно, как и любой продажи. Ну вот так. Спасибо. Слушатели будут уходить во время семинара, то есть вы собрали аудиторию, вы начали семинар, вы ведете программу, а тут раз так, потихонечку зал редеет, пустеет, слушатели уходят, в чем же дело? Что здесь? На мой взгляд, такое может быть только в том случае, если вы сами будете не готовы. Если вы будете стоять, молчать, нечего будет рассказать, тогда да, готовьтесь к семинару. У Битрихса достаточно много видеоматериала есть по подготовке семинара, по выступлениям, все презентации готовы. Репетируйте, тренируйтесь, замечательно, встаньте перед зеркалом, порепетируйте, придите на работу, перед сотрудником, порепетируйте. Уберитесь, если вы в слабые места, где что-то не получается, где скучно, если что-то где-то некомпетентно в каких-то вещах, ну пропустите их лучше. Делайте, как бы разнообразьте свое выступление, да, с обращениями к аудитории, подготовьте какие-то вопросы, да, которые вы будете задавать во время своей презентации. Ну вот у меня, например, я сидел, да, минут 15 назад в зале тоже, у меня возник вопрос, то есть я, ну, прикидывал, да, думал, подготовиться же надо, тоже же. Ну вот у меня вопрос, поднимите, кто не проводил еще семинары. Да, кстати, я тоже хочу спросить. Уроку, пожалуйста. Кто ни одного, то есть все остальные проводили. Четыре человека, пять человек. Четыре, четыре не проводили. Ну здорово. Я, можно, добавлю вопрос? Кому не понравилось, который проводил? У кого нет, куда плохой эффект? Вот вы проводили, и вам не понравилось? Ну или чуть-чуть не понравилось? Так все нормально? А, вот, вот. Так все в порядке, мне кажется. Так, спасибо. Страх такой не очень частый, но встречается, что на семинар придет представитель, какой конкурент и будет задавать провокационные вопросы. Встречали такой страх, да, кто как борется? У меня как раз консультировалась одна из партнеров, которая недавно работает с Битриксом. Она у себя проводит семинар. Мы познакомились с ней на прошлой конференции. Она говорит, что делать? Я знаю точно, ко мне придет конкурент, вот он точно мне задаст плохой какой-нибудь вопрос, и я там, я лажанусь, и все пропадет. Я говорю, слушай, ну вообще странно немножко, но, ну хорошо, представим, что он так пришел, и он задает вопрос, там, или что-то нехорошее пытается спросить, но ты же выявляешь его, что он конкурент, ну и это замечательно, то есть можно перед всей аудиторией представить, что этот конкурент настолько за вами смотрит, что они приходят на ваши мероприятия, то есть они в принципе, то есть вы уже, так сказать, задаете вектор, и после этого можно, так сказать, поинтересоваться. Да, вот что вы хотите. Нет, я хочу, чтобы я вам, это хороший метод, когда они там, вот, стоят, на основном вопросе, порядка, что здесь, если вы не понимаете, что этот человек, ну, изначально специально говорили, но как бы себя, мы не понимаем его. К диалогу, к диалогу. Да, нет. К чему? Ну да, это хитрый психологический ход, то есть выбить у него из-под ног почву, то есть хочешь выступать, давай, друг. Да, только он оказывается на сцене, 50-х, 70% того, что он хотел, мог даже, почему он на этом, буквально исчезать. Вы бичеловечный, честно сказать, как можно над людьми так издеваться? Только кратко. А вы хотите на сцену расскажете? Давайте расскажите. Может, я подвинусь? Конечно. Я пока иду, зовут меня Ольга, компания «Идеал». Присаживайте. Ну, вот мне бы лучше, если бы кто-нибудь встал. Этим буду я, человек. Давайте. Что вам нужно? Какой-то провокационный вопрос. Не нравится мне ваша мероприятия. Чепуху рассказывайте. Меня Тимур зовут. Тимур очень приятно. Так вот, когда человек выходит, есть такое, ну, понятно, что нельзя трогать человека, с которым мы только-только познакомились, да, и видим и так далее. Ему это будет неприятно. Но чтобы вывести его из зоны, такой, скажем, комфортности, да, но и допустимости, можно делать вот так. Тимур, спасибо, что вы вышли. Спасибо, я понял. Спасибо. Тимур, что ты почувствовал в этот момент? Нет, я объясню, Светлана, прям секунду. Вот это та зона максимальной, как бы, ну, так скажем, возможности дотронуться до человека. Она такая совершенно нейтральная, ну, и тем самым мы, так скажем, находимся на одном уровне. Спасибо. Страшный психолог. Спасибо. Я постараюсь вкратце дополнить еще. Ну, Евгений, во-первых, очень правильно говорил по поводу того, что когда вы готовитесь к мероприятию, выбирайте такую тему, в которой вы эксперт. Тогда вас будет сложнее намного затроллить. Если вы боитесь троллинга, либо боитесь провокационных каких-то вопросов и не знаете, чего с ними делать, ну, там, не знаю, посмотрите примеры, как другие выступают, посмотрите, как работают с возражениями в записи, почитайте книжки умные, если кому интересно, подойдите, я скажу, какие. То есть, ну, есть множество вариантов, приемов, да, как-то отработать для того, чтобы наоборот возражения там повернуть в свою сторону. И бояться этого совершенно не стоит, это только наоборот покажет вас с более компетентной стороны, ну, естественно, если вы действительно не рассказываете ерунду, и в этой области компетентны. Спасибо. Давайте поговорим о том, как продать себя на семинаре, да, чтобы клиент после вашего семинара не побежал на сайт Битрикса и не начал искать себе другого партнера, чтобы он вернулся именно к вам. У кого есть какой опыт по этому вопросу? Кто как себя продает? Давайте секретами делиться. Секреты? Секрет у всех есть. Все на самом деле, все просто. То есть, если вы цель ставите при проведении семинара продать, то, скорее всего, семинар будет неудачен. Не ставьте цели продажи себя на семинаре. Смотрите с позиции того, кто пришел. То есть, он пришел получить какую-то пользу. Ну, дайте ему пользу. Какие-то вещи предложите ему бесплатно, какие-то бонусы ему сделаете, какую-то консультацию первичную приведите потом после семинара бесплатно. Не забывайте, что они выделили для вас время. Так используйте его не для того, чтобы вытянуть с него в этот момент деньги, а для того, чтобы вы вошли в доверие к нему. В доверие вы войдете только в том случае, если вы не будете сразу говорить о деньгах, а будете говорить, ну, хорошо, вот есть BITX24, да? Безусловно, вы можете зарегистрироваться, сами пойти. Но давайте мы к вам придем и сделаем для вас презентацию. Мы вам поможем зарегистрироваться, мы покажем вам первичные какие-то вещи, научим вас пользоваться. Я думаю, что ни одна компания ничего с этого не потеряет, но вы получите клиента. Раз тут было упоминание про BITX24, скажу просто, как мы делаем. Сразу там сгенерировали себе пару промокодиков, написали где-нибудь на доске либо на слайдах своих презентаций и в самом начале семинара сказали, что вот промокоды, пожалуйста, можете в процессе регистрировать, пользоваться, пробовать, задавать вопросы, которые будут возникать. Ну и, соответственно, механизм прикрепления заработает. Не боитесь, что они отвлекаются? Не боимся, что они отвлекаются, потому что мы им то же самое рассказываем. У них, наоборот, есть вариант сразу практику попробовать. Я добавлю тоже по этому вопросу. Мы для себя поняли, мы заметили, вернее, что когда начинаешь рассказывать какие-то свои кейсы, то есть как мы что-то решили у себя в компании, например, с помощью BITX24 или у клиента с помощью BUSA или тоже BITX24, это очень интересно действует на клиента, потому что у каждого приходится со своими проблемами и в какой-то момент клиент, для нас это морской бой, я вообще смотрю за залом так, я смотрю, что ты говоришь какой-нибудь кейс, он такой раз, короче, глаза загорелись, раз, глаза загорелись. Так, вот этому интересно это, это не интересно то, главное запомнить. Сложно вот запомнить, но если запомнишь, то потом знаешь, о чем с ним говорить. То есть мы кейсами немножко вот так. Да, кейсами, а потом что делать? Вот загорелись глаза. Ну да, у менеджеров есть четкая, да, я рассказывал, у менеджеров есть четкая такая задача, они должны смотреть вообще за залом, что происходит, и если вот фиксирует менеджер какой-то всплеск человека, что вот он начинает с кем-то обсуждать тему, о которой сейчас говорили, то в перерывах надо как бы с ним постараться заговорить и вот именно об этой теме, то есть вытаскивать его, вот мы видели, что вас это заинтересовало, давайте мы поподробнее поговорим об этом. То есть вы прям вживую, ну это же прекрасное место, как бы да, вы вживую видите реакцию человека, пользоваться над этим. Так, мы немножко не укладываемся, давайте перейдем к другим вопросам. Работу с троллями вроде как немножко обсудили уже, пример показали. Возражения будем разбирать, интересно ли, либо перейдем к обработке ледов сразу же. Интересно. Так, значит, возражения, которые тоже пугают организаторов, пришел на семинар, но недоумевает, а зачем мне, собственно, партнер, я могу купить лицензию у Битрикса, но не воспользоваться услугами партнера. Кто работал с таким изражением? Зачем вы вашему слушателю, если есть просто Битрикс, можно купить лицензию? Да нет, можно купить просто лицензию, но, как правило, просто лицензия не нужна. Нужно, во-первых, внедрение, во-вторых, консультация, в-третьих, подбор этой самой лицензии. То есть да, конечно, можно пойти и купить лицензию, но для того, чтобы купить правильную лицензию, надо ее сначала выбрать. Для того, чтобы ее выбрать, нужна хорошая консультация, нужно, чтобы вникли в ваши бизнес-процессы, вам объяснили, что вам подойдет. Потому что мы не раз сталкивались с тем, что кто-то покупает лицензию, а это совершенно не то, что им было нужно. И там либо менять, либо в принципе в другую сторону сворачивать. Это все ерунда. Самые разные способы. Например, я заезжаю на сервис, и там ремонт у меня, они говорят, вот покупаете через нас детали, 50% скидка на ремонт. Скидка на ремонт. Деталь-то, это деталь. Возражение в Битрикс24, не надо покупать, можно взять бесплатный тариф. И наслаждаться. Замечательно. Пусть берут. Можно, да? Да, можно. Можно, скажу. Это же здорово. Это же здорово, что можно бесплатно. Но бесплатно-то это же пора до времени. Как я говорил, нужно цеплять клиента, предлагать ему что-то дополнительно, и консультации какие-то устраивать, либо работать с клиентом. И все бесплатное, оно быстро закончится. Ведь достаточно просто предложить, можно услугу внедрения, да? В компаниях это всегда больно происходит, и тяжело. Кроме этого, Битрикс24, он бесплатный только снаружи. Если посмотреть тот функционал, который есть платный, то там намного интереснее с ним работать становится. И место всегда заканчивается, и количество пользователей иногда надо больше. Поэтому, когда вы начинаете работать с Битрикс24 с клиентом, вроде бы бесплатно, то это бесплатно только на сегодняшний день. Завтра ситуация в корне меняется. В таком пускай, заоборот, зарегистрируется с этим бесплатным тарифом, потому что завтра он начинает звонить, и говорит, я что-то не понял, вот это как? Все, замечательно, поймали его. Так, спасибо. Время поджимает, поэтому давайте перейдем к гиперважному опросу, это конверсия слушателей в клиентов. Вообще зачем работать с лидами? Можно провести семинар, а потом сидеть спокойно, ждать, что у вас будет входящий поток обращений, вам будут звонить, писать, но вы для этого не прикладываете никаких усилий. Обычно это заканчивается тем, что люди звонят, говорят, а у нас семинар не окупается, мы с него не получили клиентов. Так вообще надо работать с лидами, либо не надо работать с лидами? Конечно, надо работать с лидами. Это очень здорово, если вы кому-то там провели, прочитали семинар, рассказали, все проконсультировали, но потом, ну вот молодец, мы тебе сделали такую работу, потратили на тебя время и теперь гуляй, выбирай дальше сам. Конечно, нужно работать с лидами, и мы вот за первые полгода, там даже месяцев за пять, мы провели порядка 15 мероприятий различных форматов, там от 10 человек до, ну там, тех самых, 300 человек. собрали огромное количество лидов, с которыми работаем, работаем с ними до сих пор, и в принципе на ближайшее время, ну я думаю так, месяцев на пять тоже ближайших, мы работой по уши загружены. Если бы мы с этими лидами не работали, у нас бы и не было сейчас клиентов, не было бы заказов, а с мероприятий достаточно длительное время приходят на самом деле клиенты, он может сходить на несколько ваших мероприятий, он может долго ходить, присматриваться к вам, он может смотреть, как вы подаете информацию, в каких отраслях вы более компетентны, менее компетентны, и если вы не будете с ним работать, если вы не будете возвращать, приглашать на другие мероприятия, ну это все ни к чему, это просто ваши временные затраты, денежные затраты, и ни к чему это не приведет. Спасибо. Сегодня мы подготовили схему работы с лидами, давайте мы их рассмотрим, наши эксперты расскажут, Евгений, да, поделитесь, пожалуйста, с нами. Поделюсь своим опытом, нашим опытом команды, потому что работа команды все же идет, а не работа одного человека. Подчеркну, да, что один в поле не воин, а команда делает. Говорили про страх, про то, что не будет, да, не окупится мероприятие, не будет клиентов, но вот у нас в компании сейчас другой вопрос. А что делать теперь с клиентами? Мы не успеваем работать с заказами, мы не успеваем обрабатывать их. Реально. Что мы делаем? Мы не рассматриваем отдельно, по большому счету, регистрации, кто пришел или там кто посетил. То есть для нас это все лиды, как одно целое. Мы работаем со всеми, неважно, пришел он к нам на семинар или не пришел. И в первую очередь, конечно, мы работаем с теми, кто во время семинара каким-то образом нам обозначил встречи. Хорошо, это самая-самая пенка. Мы работаем в первую очередь с ними. Потом мы работаем во вторую очередь с теми, кто заполнил анкеты. В третью очередь это кто не заполнил анкету, но к нам пришел, нас послушал. И в последнюю очередь мы оставляем тех, которые регистрировались, но почему-то не пришли. Но я прошу заметить, это недолгосрочно. Одна-две недели на это. Чем вы дольше отодвигаете время от того, как у вас прошло мероприятие, тем меньше обо вас помнить, тем меньше будет эффект. В первый же понедельник после того, как прошло мероприятие, мы рассылаем в обязательном порядке все презентации и фотографии прикладываем. И какую-то информацию за то, что спасибо, что вы были, вот вы можете здесь скачать. Ничего больше. Не предлагаем, не продаем, просто информативно. Потом уже производим обзвон. Первичный обзвон, я уже сказал, до одной-две недели. Ну, в принципе, в первую очередь, как бы такая работа. Там второй слайдик еще есть. Но у нас, как всегда, есть, вроде бы хотим, вроде бы что-то есть, вроде бы интерес есть. Индивидуально потом смотрим, как работать с кем. То есть выделяем тех, с кем надо поддерживать контакт, периодически звонить. Они вроде как бы и не теплые, и не холодные, но вот что-то тянут. Есть те, которые вроде бы и хотят, но чего-то надо индивидуально им предложить. А есть те, которые вот все хочу, но не сегодня. То есть надо дожать. Соответственно, мы здесь начинаем смотреть варианты, индивидуально рассматривать, что надо сделать. Часто прибегаем к такому, если клиент крупный, хороший, встреча руководитель с руководителем. Замечательно работает. В 90-х случаях договор подписывается. Потом мы предлагаем, менее приятно, но тем не менее, это рассрочки. Бесплатные макеты. То есть вроде бы хочу, но денег не хватает. Хорошо, мы снизим бюджет, но для этого надо тогда что-то где-то, чего-то потерять. Это либо выбрать бесплатный какой-то дизайн, либо какие-то блоки убираем, без которых возможно запустить сайт без потери функционала и ценности сайта. А весь дополнительный функционал предлагаем потом добавлять уже по мере запуска. Ну и скидки никто не отменял. Но здесь очень аккуратно. Все скидки должны быть ограничены. Либо это в какой-то период времени после семинара, либо это до конца недели, до конца месяца, либо какие-то события в жизни, праздник или еще что-то. Здесь надо каждый раз индивидуально думать, но четко ограничивать. Для чего скидка? Не для того, чтобы он все же купил, а для того, чтобы его забыгнать в рамки. То есть ему, ну, все хотят сэкономить. Но если скидка, она бесконечна, ей никто не будет пользоваться. Через месяц приду. И еще один момент, который я хотел сказать. Смотрите, то есть каким образом мы подходим, когда обзваниваем. Мы обязательно при обзвоне, те, кто был у нас на семинаре, получаем обратную связь. Что понравилось, что не понравилось, что хорошо, что было интересно, что неинтересно. Мы не переходим сразу к продаже. А те, кто не был, что у них знать, что им сказать? Так мы спрашиваем, а почему они не приходили? Почему вы не пришли? Что вам помешало? Мы для себя тоже получаем обратную связь. Мы на будущее знаем, что делать. Ну, наша схема работы такая. Спасибо, Евгений. Есть еще одна схема работы у Дмитрия. Дмитрий, давайте мы посмотрим, что вы, как вы работаете. Мы сделали следующее. Мы добавили поле, какая услуга вам требуется прямо в лендинг. Думали, что клиенты не будут заполнять, сделали там не обязательно. Это форма регистрации? Это форма регистрации, да, мы добавили перечень услуг и что вам интересно, что вам требуется. И в том числе вариант не требуется ничего, то есть человек не целевой. Все заполняли. Мы в результате в Bittrex 24 получаем, конкретно был на семинаре, требуется создание сайта, техническая поддержка, интернет-магазин, там тоже по сегментам разделен. То есть мы уже фактически при регистрациях у нас целевая аудитория сегментированная, мы знаем, кто к нам придет, сколько, какие компании, какого уровня, какие нужны услуги. И сделали мобильное приложение на основании этого, то есть у нас оно коннектится с нашими результатами заявок, и прямо, когда регистрируются люди на семинар, их параллельно регистрируют в мобильном приложении. Да, то есть, во-первых, снимается следующий страх, когда ты на семинаре, ты не знаешь, что у тебя сидит, у тебя там для новичков, например, какой-то доклад подготовлен, а у тебя сидит там, ну бывает такое, что люди, иногда приходишь, спрашиваешь, кто из вас знает, что такое Bittrex, поднимается там две руки, иногда уже сидят гуру, которым надо рассказывать 15.5 новинки, а не так, а не как там картинками рулить в редакторе. Соответственно, вот с этим мобильным приложением удобно то, что прямо они когда регистрируются, допустим, я вижу, как администратор, кто у меня в зале, какая целевая аудитория, кому сколько нужно, еще такой лайфхак, скажем так. За час до семинара обычно приходят самые активные, они регистрируются, попадают в приложение, я уже вижу, кто пришел, здравствуйте, такой-то, такой-то, поговорим о создании сайта или Bittrex 24, то есть у вас есть еще возможность до семинара прямо с человеком один на один выйти на него, спросить о его потребностях, уточнить, и он идет на контакт, и уже фактически это горячий клиент, то есть он практически вот последние два семинара у нас продажа заключается еще до семинара. Ну и соответственно дальше у нас аудитория сегментирована, мы тут же вечером шаблоны, скрипты у нас в Bittrex 24 заложены, мы по сегментам рассылаем по Bittrex 24, значит, брифы на Bittrex 24, там маркетплейсные решения, значит, маркетплейсные, и соответственно, там техподдержка, мы тут же письмо по горячим, пока у нас после семинара сразу же рассылаем вечером, затем нам приходят ответы уже с брифами заполненными, тут уже менеджер созванивается, и дальше уже начинается работа. То есть мы ускоряем этот процесс достаточно сильно. Можем выложить это приложение в маркетплейс, мы его достаточно быстро запилили. Ну, значит, сделаем. Спасибо. Два слова, можно я добавить? Да, конечно. Важный момент, то что мы одно время экспериментировали, у нас низкий ценовой сегмент по сайтам, мы там недорогие сайты, 150 тысяч делаем, и мы отправляли, значит, после непосредственно семинара тем, кто особо не проявил желание, мы сформировали для них стандартное предложение по их отрасли, и коммерческое предложение им отсылали на почту. Ну, и как-то поэкспериментировали, что-то не пошло, и забыли об этом, выключили, потому что время много он относил. А сейчас пошло. То есть те, кому отсылали тогда, они начали приходить. То есть они приходят и говорят, а у меня коммерческое предложение ваше. Я, говорит, на семинаре полтора года назад был, вот я его получил, он до сих пор удержит. Да, это первое. И второй момент, что-то еще хотел такое сказать из важных. Ну, даже мать, это обязательное условие вообще на самом деле, по-другому никак. Ну, то есть я хочу сказать, вот смотрите, что важно. Люди приходят не сразу. То есть вот это то, что мы там статистику дали, потому что это сразу ответ от семинара, первичный. Но на самом деле они возвращаются. То есть мы фиксировали полгода, девять месяцев, потом полтора года, вообще обалдели, как бы полтора года человек. Он не был у нас за полтора года ни на чем, он ничего от нас не получал. Через полтора года приходит. Вот так. А есть такие, которые ходят из семинара в семинар, да? Конечно, безусловно. Есть те, которые ходят из семинара на семинар, но они не наши целевые клиенты, кстати, вот про них тоже хотел рассказать. То есть они непосредственно не представляют не компанию, это какие-то люди, которым интересно сами по себе. Мы их обязательно приглашаем, потому что это наши апостолы, мы их называем. Они приводят клиентов просто. То есть он человек пришел такой, он сам не клиент, его, так сказать, эти проблемы не грузят, он, так сказать, вкушает все, что тут есть, все замечательно, ушел такой светлый и приводит клиента к нам. Причем даже агентских не получает за это. Спасибо, да, Тимур. Есть кому-то что-то добавить? Нету. На самом деле у нас закончилось время, но пока у нас не отобрали микрофоны, мы можем ответить на несколько вопросов, либо потом продолжить без микрофонов. Так, у кого вопросы? У меня вопрос к тем конкурентам, которые приходят на семинар. Мы проводили семинар проводный по битрикс24, и, возможно, недосмотрели что-то. Мы знаем, что приходят порой просто разработчики, которым интересно узнать вообще, что такое федеральный семинар. Но в этот раз мы собирали руководителей, менеджеров, которым было бы интересно использовать битрикс24. И включили интерактив, стал спикер задавать вопросы, кто использует, какие обратные связи. И на начале было все здорово, кто работает, отвечали. И потом поднимает руку мужчина, я так понимаю, что он был директор, говорит, ну знаете, битрикс24, вот там есть какие-то проблемы. И он зацепил. Мы это все хорошее говорим, а у него есть то, что волнует. Безусловно, да, отлично. Я всегда люблю тех, кто выходит с какими-то проблемами, потому что не бывает ничего идеального. Вот мужчина говорит, вот у меня, вы знаете, а вот он плохой. Замечательно. То есть вы именно тот процент, который, к сожалению, бывает. То есть один из ста ему не понравится. Вы, это вы, вы попали в этот процент. Но дело в том, что он был руководителем конкурирующей компании. Которой продает битрикс24? Да. И в итоге он так выступил ярко, а мы его пригласили, он встал, вот то есть вот сработало, то, что сейчас вы порекомендовали. В итоге он всех так себе расположил, мы потом замяли, но на кофебрейке он собрал вокруг себя аудиторию, уже не нашего руководителя веб-студии, не нам, они обращались, обращались к нему, потому что он, ну видимо, он свой, душевный человек стал. Мы-то все равно наша цель продавать, и они это понимают. И вот в горьке был у нас опыт по битрикс24, но вот именно в выхлопе. Но мы не расстраиваемся, просто не знаем, как на будущее. Это долгосрочные деньги в любом случае. Долгосрочные. То есть цепляйте их с этими кодами и так далее. То есть это там другая продажа. Еще вопрос. Марина Выстрикова, инфоэксперт. У меня короткий комментарий, наверное, зацепило, что бесплатные макеты. Большая просьба, как бы обратить, может быть, на это внимание. Мы все на одном рынке работаем. И с конференцией в конференцию здесь озвучивается, что мы сами себе делаем хуже, когда предлагаем вот эти бесплатные макеты, особенно в тендерах, когда с нас это просят. Это все-таки квалифицированный труд, за который мы получаем деньги. То есть там парикмахер, который пострижет челку бесплатно, а все остальное платно. То есть вот дополнительная ценность, которую мы создаем клиенту, бесплатно работает. Давайте брать деньги. Продажи – это тоже деньги. Давайте брать деньги за продажи. Чтобы я вам продал, вы мне дайте денег вначале, а потом будем продавать. Ну это можно говорить? Здесь просто вот такой момент, когда выходишь на крупные проекты, особенно вот там интернет-магазины от 500 и выше, и туда вот к миллионам уже. Тут это ценнее, потому что вот эти все количество бесплатных… Можно сказать? Здесь речь идет не о том, что мы это делаем бесплатно. Мы бесплатно ничего не делаем. Мы коммерческая организация. Мы какие-то бонусы даем. Это кажется, что бесплатно. А про бесплатные макеты – это готовые макеты, которые есть в интернете. Это готовые макеты. Вы не можете себе позволить сегодня индивидуальный сайт. Ну хорошо, да? Это то же самое, что типовое решение. А вы имеете в виду шаблонные какие-то решения, которые предлагаются для выборов? Если вы не готовы рисовать под себя, купите уникальный, который тоже есть в интернете и дешевле, чем делать. Потому что да, этот труд стоит, и он дорого стоит. Поэтому у них не хватило денег, а мы снижаем стоимость проекта. Дмитрий упоминал, что возникает страх обратный, что придет больше народу, чем планировали. Мы, собственно, с этим столкнулись. У нас какая-то вообще поразительная была явка. Порядка 80%. И, соответственно, как с этим работать? Мы буквально в последний день, мы вечером после обзвона узнаем, что у нас явка. Мы меняем зал. Все это, соответственно, благо все это можно в одном здании было сделать. Как вы с этим работаете? На самом деле, нам очень помогла, мне лично, Светлана, потому что у нее есть четкое какое-то видение, сколько к нам придет людей и совпадает на 100%. То есть прямо вот она говорит, к вам придет 420. Я там газелями уже стулья закупаю, думал, мы там зал не хватит, у нас тысяча с чем-то, 1800 или какие-то бешеные цифры. 1200 с лишним. Ну там, да, что-то такое. Главное, что я там, у меня опыта нет, я не знаю, сколько придет. В результате доверился Светлане, и тут больше вариантов нет. То есть спрашивать, сколько обычно ходит к вам в городе. Ну тогда надо докупить вот как минимум кофебрейков, потому что вот лучше будут пускай они… Вот я ни разу не видел, чтобы кофебрейки оставались лишние. Пускай они будут сытые. Ну дело не в кофебрейке, дело в местах вообще. Всем, кому не хватило места, сразу 10% скидка на заказ. Вообще запасные стулья должны быть всегда. Рояль в кустах какой-то, который потом все-таки выстрелит, если у вас будет больше народу, и это надо иметь в виду. Еще вопрос. Да, тут раз, в общем-то, собрались люди, кто проводит мероприятия, хотел как раз обсуждаем что-то поговорить. Давно я с большим интересом наблюдаю на раздел семинары на сайте Битрикса, там есть раздел «Платные семинары». Вот были мысли вообще о проведении платных семинаров? Все-таки обычно мы все проводим бесплатные семинары, бесплатные мероприятия. Просто я говорю не с точки зрения заработать здесь денег, а с точки зрения провести платный семинар, поскольку клиент, который заплатил, он явно, во-первых, мы повышаем конверсию тех, кто придет. Естественно, люди придут, заплатили за это деньги. А во-вторых, это уже более целевые клиенты, наверное, было. Я проводил платные мероприятия. Понял? Да, очень тяжело на самом деле в регионе. Может быть, от того, что эксперт, которого я продавал, не очень был известен, из-за этого опыт был тяжелым, но удачным. То есть мы в любом случае вышли в плюсы хорошие. Но очень тяжело на самом деле. А так, насчет платных, это просто уже инфобизнес, немножко другая тема. Но, конечно, интересно заработать деньги, когда просто собрал народ, что-то хорошее, полезное мне сказал. Нет, ну тут даже не хочется зарабатывать деньги. Естественно, сумма за приглашение этого семинара должна быть какая-то гроша. Просто меняется психология человека, когда он за что-то заплатил, он уже, значит, по-другому себя завести. По разработке сайтов, по качеству, вот по этому вопросу, да, ты говоришь? Ну, по Bitrix24, по тому же, или по разработке сайтов, да. Понятно, да, люди должны принимать свои производства. Да, отдельная тема вообще, которой надо, мне кажется, готовиться капитально, да. Это другой уровень вообще на самом деле, потому что мы играемся в детский сад, на мой взгляд, а это уже такая школа. Окей, услышал. Ваня, ты что скажешь? Мы тоже думали, да, о проведении платных мероприятий, да, вот с тобой сидели и думали. Я хочу сказать, ну, дополнить просто мысль, что действительно это должна быть очень полезная информация, за которую не жалко будет людям отдать деньги, и больше она должна быть похожа на обучение, на тренинг, а не просто там вышли, поделились какой-то общедоступной информацией, но с какой-то своей подачей. Нет, это должен быть действительно тренинг, действительно очень ценная, такая уникальная информация. Я добавлю кусочек небольшой. Мы планируем сейчас внедрить такое, там экспериментировали немножко, планируем внедрить бизнес-завтраки. То есть, когда вот клиент пришел на семинар, он общую информацию прослушал, потом, так сказать, продажа не дожала, его не продали, вот он падает в бизнес-завтрак. То есть, уже конкретный кейс, капитально, четко, но тоже пока денег не планировали за это брать. Круглые столы, маленькие такие мини-семинарчики, на них совсем другой уровень подготовки, то есть, собирается узкая целевая аудитория, под узкую целевую аудиторию готовятся узко-целевые доклады, и вот вы садитесь в дружеской обстановке, что-то беседуя, обсуждаете. Да, это тоже очень классный формат, который совсем с другой конверсией и выхлопом. Зачем просто его каждый раз звать, если он ваш непосредственный потенциальный клиент, вы его зовете на один семинар, на другой семинар, но ничего хорошего из этого не будет. То есть, надо другой метод дожимания использовать, если он не идет на продажу сразу. Еще вопросы есть? Пожалуйста. Я услышал в начале доклада бюджета, с которыми проводятся мероприятия. В принципе, если попробовать сделать, но это вот мое мнение, опять же, основываясь на статистической информации тех мероприятий, которые проходили, можно взимать очень небольшую плату, например, от 250 до 500 рублей, которые покроют даже вот эти вот 40-50 тысяч рублей, если зарегистрируется около 100 человек. При этом позиционировать платную услугу как не просто плату за посещение, а плату за завтрак, например, за обед. То есть, вот за доп.услугу, чтобы они видели, что за эти 500 рублей они получат не просто право послушать, а пообщаться с докладчиком, получить материалы. Если вы записываете все это дело, даже камеру поставили, предоставление видеоматериалов. Иногда работает, иногда нет. Для бизнес-завтрака это легче всего работать, на самом деле. Да, то есть не должна быть общая тематика, как бы должна быть какая-то персональная. Вопросы есть еще? Нету. Я вот хочу просто в конце маленький такой кусочек дополнить, что есть в открытом доступе у Светланы есть информация о том, как организовывать вот те самые федеральные мероприятия. И это очень полезные документы, их стоит всем почитать, на самом деле, кто планирует. Потому что однажды была такая ситуация, что пришлось мероприятие полностью от начала до конца организовать мне самостоятельно. Я никогда раньше этого не делал, но вот благодаря этому документу, благодаря поддержке Светланы и Владимира у меня все получилось. В принципе, мероприятие прошло достаточно гладко, потому что есть четкая инструкция, есть четкий алгоритм. И не бойтесь начинать, не бойтесь пробовать. Спасибо. Я можно вопрос задам? Поднимите, пожалуйста, руку, кто хочет провести семинар. Марин, вы всегда хотите. Здорово. Спасибо. И все, я думаю, вы что-то скажете после этого. Нет, нет, нет. Мне просто и хотелось посмотреть реакцию зала. То есть хочет народ проводить или нет. Это же здорово, что все мыслим в одну сторону, что да, семинар — это здорово. Потому что проведение семинара — это драйв. То есть мы выступаем, слушают нас слушатели, мы получаем какую-то энергию, какую-то обратную связь от зала, получаем информацию от рынка, узнаем, что нужно рынку. И это здорово. Я думаю, что… Был же вопрос вначале, кто провел уже семинар, да? И еще больше рук, кто будет проводить семинар. И я думаю, что кто провел семинар, тоже я, к сожалению, не успел заметить до конца всех, кто провел хотя бы раз, не откажется от второго, от третьего и так далее семинара. Есть кто откажется? Вот я для этого просил поднять руки. Спасибо. Теперь понятно. Спасибо всем за внимание. Спасибо вам, коллеги.